Часто встречается вопрос о том, стоит ли второй раз венчаться. То есть люди, которые уже были в венчаном браке, бывают такие ситуации, когда эти пары расстаются, к сожалению. Для таких людей церковь делает снисхождение. До трех раз в православной церкви можно повенчаться при условии соблюдения определенных правил. Если человек не ушел из семьи сам, то есть он был причиной расставания предыдущего брака. Для таких людей существует чин второго венчания, то есть чин венчания второбрачных. Этот чин состоит в том, что вначале, после обручения супругов, там читаются молитвы о прощении этих людей, которые пришли венчаться. Эти люди просят, обращаются к Богу о прощении того, что они уже расторгли один брак. Но так как человек не может порой сохранить супружеский союз, потому что супружество это очень сложный союз, над этим нужно работать. Работать в первую очередь над собой, не меняя супруга, а менее в первую очередь себя, к сожалению, такие браки распадаются. Для таких и существует чин второбрачных. В православной церкви, как я уже повторяюсь, существует, есть возможность трижды обвенчаться при условии, что человек не впал в грехи, которые являются препятствием к этому. Вопрос о развенчании, так называемом, то есть о благословении на повторный брак решает только епархиальная архиерея, той епархии, в которой проживает человек, который хочет обвенчаться вторым браком. Ему нужно будет обратиться в епархиальное управление для того, чтобы ему дали бумагу с разрешением на повторное червенчание. Существуют также люди, которые достаточно долго прожили супружеской жизни, никогда не изменяли, никогда не расторгали свой брак, но прожили от 5, 10, 15, 20 и так далее лет. Для таких супругов существует чин благословения, ведь Святая Церковь благословляет супругов на и долголетие, и любовь друг к другу. Для таких супругов существует чин супруг, проживших в летах Нозих, он так и называется. Вот для них есть тоже чин последований, в которые они приходят в храм, точно так же им одевают бручальные кольца, точно так же на них одевают венцы для того, чтобы они засвидетельствовали перед Богом свою любовь. Для чего это нужно, в первую очередь, венчание? Для самих супругов, для того, чтобы засвидетельствовать перед Церковью и перед Господом Богом свою любовь, свое желание сохранить этот союз и прожить в нем многие-многие годы. Субтитры создавал DimaTorzok